Зима не отступает, полки пустеют, а мировое сообщество продолжает нас не замечать. Зима никак не хочет отступать. Всем уж так хочется тепла, несмотря на то, что сегодня замечательный солнечный день в селе. На сердце волонтера Людмилы Черницкой очень тяжело и тревожно. Исходя из последних событий, новости о том, что творится сейчас у нас в Донецке, совсем не радуют. При лавке пустеют, люди грибут все подряд, лекарства, крупы и другие товары исчезают со скоростью света. Если и дальше так пойдет, то боится женщина, что мы останемся без необходимых продуктов питания для наших животных. Надежда на то, что в скором времени все наладится, почти не осталось. Мы катимся в яму, город пустеет в прямом смысле этого слова. Скоро в магазинах и аптеках не останется совершенно ничего. И это не фигура речи. Друзья, приюту очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите сделать хоть какой-то запас круп, тушенки, консервы, медпрепаратов. Пока можно найти хоть что-нибудь. Проблема с отсутствием транспорта очень сказалась на нашем положении. Если в ближайшее время ничего не наладится, из-за нехватки продуктов питания могут пострадать наши животные. А это самое страшное. Очень обидно, что нас никто не замечает. Да, мы частный приют, но у нас такие же животные, как и в других приютах. Они тоже хотят кушать, а самое главное, они хотят жить. Сейчас настало для всех очень трудное время. Война – это очень страшно. Весь мир оказывает помощь для брошенных животных. А как же мы? Мы словно невидимые, нас нет. Но наши животные также были брошены когда-то. Теперь они домашние, спасенные с улицы. И мы выживаем в одиночку, как можем. Надеясь только на помощь и поддержку добрых людей, наших друзей, которые поддерживают и думают о нас. На данный момент в приюте более 70 животных, много стариков и инвалидов. Плюс уличные, которых Людмила Чернецкая кормит. И нам не выжить без вашей помощи. Люди, пожалуйста, все хвостики хотят кушать. Поддержите нас кто чем может. Нам очень нужна ваша помощь. Продолжение следует... Продолжение следует...